Уважаемые коллеги, добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре, последнем вебинаре нашей вебинарной недели. И сегодня вас встретит Юрий Николаевич Белоножкин. Но прежде чем передать ему слово, хотел бы сделать несколько объявлений о работе Директ Академии. В самом начале нашего чата я разместил несколько полезных ссылок. Я надеюсь, все вы их прочли. Расскажу вкратце. Первая ссылка ведет на наше расписание. Вторая на наш видеоканал на Ютубе, на который я вам настоятельно рекомендую подписаться. Это канал, на котором будет размещена в том числе и запись этого вебинара. Третья ссылка ведет на описание наших онлайн-курсов для тех, кто хочет учиться дистанционно. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, которые вы можете приобрести после посещения нашего вебинара. Ну и сейчас я хотел бы в чате дать анонс нескольких вебинаров, которые состоятся на следующей неделе. В самом начале недели, 10 числа, стартует мой вебинар, который будет называться «75 видов и технологии учебного видео как преподавателя выбора подходящий формат». С этого вебинара стартует мой маленький трек, четырехвебинарный, посвященный учебному видео. Во вторник, 11 числа, 11 декабря, Юлия Шувалова продолжит трехвебинарный трек компании «Степик». И вебинар будет называться «Приватные и платные курсы на «Степик».» И, наконец, в среду, 12 декабря, Константин Николаевич Костюк, генеральный директор компании «Директ медиа», выступит с вебинаром, проведет вебинар «Новые медиаландшафты, восхождение рынка авторов». Я свое короткое вступительное слово завершил и передаю слово Юрию Николаевичу Белоножкину. Юрий, прошу. Раз, два, три, раз, два, три. С замедлением идет подключение. Добрый день, дорогие коллеги. Привет, Павел. Мы уже проверили связь. Я рад, что вы сегодня с нами. Вы видите тему на экране. Почему не всегда надо конструировать онлайн-курсы. Немножко звучит удивительно. Но тут многие занимаемся онлайн-курсами. Говорим, как учить. Даже федеральная программа, правительственная программа. Обучают преподавателей вузов по строению массовых онлайн-курсов. Но есть альтернатива. Не всегда их нужно создавать. Может быть, лучше проще эксплуатировать готовые. И ответ вроде бы очевидный, что не всегда это надо. А вот когда это надо и как быть, когда нужно что-то внедрять, а что-то не получается, мы как раз сегодня и рассмотрим. Цель вебинара показать эффективные стратегии достижения учебных целей с применением онлайн-технологий с учетом рисков рынка. Я уже в своем промо-ролике, который сегодня еще покажу, говорил про такие риски рынка. И мы сейчас его посмотрим, этот ролик. Но, видите, я буду ссылаться на материалы ТОП ТУЛС ФОЛЕРНИНГ. Самые лучшие инструменты 2018 года. И на основе анализа этих данных, глобальных, мы с вами поймем, какие же стратегии вырабатывать лучше всего. Так, Олег Васильевич. Тело. Да, тело презентации не секретно сейчас. Я к этому телу дам доступ. Вот, можете скачать. И сам ролик тоже, какого-то, заинтересует. Можете скачать. Спасибо, что напомнили. И прежде чем мы рассмотрим эти эффективные стратегии, давайте посмотрим вот этот мой промо-ролик. Я его создавал сам. Вообще я все делаю сам. Ваша задача, несмотря на некоторые дефекты при воспроизведении, я уже увидел, даже небольшого размера видео иногда тормозит. Постарайтесь ответить на вопрос, с чем вы согласны с точки зрения риска при реализации задач онлайн-обучения. Запускаю, смотрите и формулируйте собственное мнение. Ошибки прошлого. Ошибки прошлого. Это же игра. Еще раз. Мир образ... Тормозит ролик. Тормозит. Еще раз. Так, ну, может быть, мою камеру еще отключу, чтобы не тормозило. Ммм, тормозит. У меня интернет прекрасный, но вот... Тормозит. Ну что делать? Амирополис меня немножко подводит. Давайте я уберу этот ролик из общего доступа. Уберу. Так, устанавливаю трансляцию. Устанавливаю трансляцию. Может, это поможет. Видите, как знание технологий нужно нам всем. Нет, тормозит. Мой ролик тормозит. Что-то сегодня перегрузка. Видать, с Новым годом что-то... Ближе к Новому году какая-то перегрузка на серверах. Такое бывает. Павел, меня слышно? Павел, меня слышно? Алло. Павел, меня слышно? 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 Так, друзья, я снова-снова перегрузился. Захожу снова, какие-то технические трудности. Фишка я задам, давайте после просмотра. Запускаю еще раз. Мир образования с применением онлайн-технологий давно стал похож на стратегическую игру, в которой необходимо постоянно создавать свои ресурсы, находить лучшие решения для своего успеха, определять главное и разумно относиться к тому, что есть в распоряжении игрока. В этой игре есть свои чужие, только различить их не всегда просто. Чужие все время прикидываются своими, предлагают помощь, которая на самом деле таит ловушки и неприятности. Хорошо, что игру можно повторить и учесть ошибки прошлого. Это же игра. Только в образовании такая игра происходит не на экране, а в реальности. С реальными студентами, с реальными бюджетами времени и денег. И кто побеждает в этой игре? И какой ценой? Мы видим, что иногда результатом такой игры является разочарование, ощущение зря потерянных денег и времени. Причем в таких играх принимает участие уже целое государство. Но чаще всего страдают простые педагоги, преподаватели, инструкторы и обучающие. На этом вебинаре мы поиграем в такие игры. Только это будут игры без проигрыша. А выигрыш будет заключаться в приобретении опыта того, что не нужно делать в онлайн обучении или в понимании феномена систематической ошибки выживших. Приходите на мой вебинар и вы поймете, как надо не просто выживать, но и побеждать. Кстати, обратите внимание, что никто не приглашает вас на свои вебинары, глядя вам в глаза. Так, ну у меня торможение было дикое. Да, Галина Александровна, что-то с Мирополисом не очень. Раньше я у вас производил ролики. Кстати, я его специально сделал худшего качества, чтобы он воспроизводился. Вот у кого-то было нормально. Спасибо. Ну вот, как вы думаете на первый вопрос, что такое систематическая ошибка выжившего в онлайн обучении? Все ли поняли, что я имел в виду? Систематическая ошибка выжившего. Как вы понимаете, вы уловили смысл этой фразы? Вот, а у кого-то было хорошо. Вот я сам смотрел с задержками. Вот, Марина Вячеславовна, как вы думаете, систематическая ошибка выжившего, что значит? А Евгения Юрьевна увлеклась картинками и подумала о смысле. Идея ясна. Я вот не буду сейчас вас мучать. В авиации, в ходе Великой Отечественной войны, стали выяснять такую нашу интересную вещь, когда анализируя причины поражения летчиков, от чего их чаще сбивают, от какие причины, что летчики погибают, выяснили, что нужно считать статистику не по тех, кто вернулся по статистику выживших, а смотреть, почему не вернулись те, которых сбили. Они же оставались на территории противника, а вот эти самые слабые места, о них никто и не знал поначалу. Вот примерно так я излагаю систематическую ошибку выжившего. И что происходит у нас на конференциях, в докладах и так далее, все говорят о своих победах, но никто не говорит о поражении, почему что-то не получилось. А вот это выживание, от чего выживает автор, от чего у него получается, от чего у него не получается, об этом мало кто говорит, и вот что я хотел вам сказать. И вот эти вот, второй вопрос, где, кто эти хитрые враги, злые люди, которые мешают нам работать. Вы уловили мой намек? Кто эти злобные, несправедливые, хитрые, подлые товарищи, которые водят нас за нос? Об этом вот меня Павел Безяев спрашивал, а я сегодня ему в фейсбуке ответил, кто это такие нехорошие люди. Догадались, кто это? Я не хочу никого оскорблять, там унижать, я всех уважаю. Ловили кто такие чужие? Да. Правильно, не говорите о ваших, как публично, верно? Да, да, да. Да, вот некоторые догадываются, я вот прочитаю мой ответ. Чужие, в кавычках, естественно, не называю фамилии, это условно те, кто не помогают, а мешают развитию. Если вы считаете, что вокруг вас только одни помощники, и только одни союзники, я за вас рад. Очень рад. Так вот, есть такие теоретики, методологи, маркетологи, еще есть технологи, которые сами, пишу я, опять цитирую сам себя, никогда не применяли дистанционное образование и технологии в обучении. Но учат жизни других. Или применяли, но боятся показать. А если удается посмотреть, то по факту, не так все прекрасно, как это рисуется. И вот найти лекарства от этих чужих, я хочу постараться попробовать сегодня сделать вместе с вами. А еще это мы сами. Ну, здесь мы сами-то против себя не должны идти. Так и родоустроено, что мы себя не должны обижать. Но мы сами иногда подкидываемся, доверяем тем, кто нам обещает золотые горы. Вот в этом, да, мы сами иногда не очень трезво оцениваем ситуацию. Обыватели не могут подмешать. Нет, здесь речь не про обывателя. Нет, не про обывателя. Ну, даже и на уровне государства, иногда на уровне чиновников, крупных чиновников, иногда возникают желания нас поучить, как надо сделать, хотя сами зачастую не знают того, о чем говорят. Ну, давайте посмотрим все-таки на материалы, на вопросы вебинара, всего их три. Наш вебинар не будет длинным, но будет активным. Я буду вас часто спрашивать. Мне интересно ваше мнение. Вот такие вот варианты, вопросы я хотел бы сегодня предложить. Никого я фамилии не называть не буду, никого не обижу. Мы сами можем представить, о чем идет речь. И я перехожу к первому вопросу. Почему умножающее знание о методиках и технологиях тоже зачастую умножают печаль? Что значит печаль? Ну, забирают наше время, мы учимся, ходим на курсы, приобретаем какие-то услуги, но тратим деньги, свои, уже, примеров массово. Не буду сейчас публично называть, примеры есть, но на выходе никакого результата не получается. Очень часто. Я не говорю, что это тотально, не говорю, что я такой уж самый умный, самый ловкий, у меня тоже не все получается. И если говорить про методистов, вот коллеги говорят, вот вы там любите на кнопочки нажимать. Нет, коллеги, если вы видели мои прошлые вебинары, главный принцип целостности, я говорил, когда ты понимаешь, и что ты хочешь достичь, и каким методом, то есть методика, это обязательно, но недостаточно, еще нужна технология. Так вот методисты говорят о методике, но а как технологии будут применяться, это не наше дело. Я согласен, что разделение труда должно быть везде, в том числе в онлайн обучении. Объять весь мир нереально. Есть, конечно, вундеркинды, которые очень много знают и методику, и технологии, но это тяжело, жизни не хватит, охватить все. Но, тем не менее, если методист не владеет технологиями онлайн обучения, а говорит только о методиках, это немножко жалкое зрелище. Я с ними могу согласиться, что это адский труд. Адский. Но, Евгения Юрьевна, я знаю, что вы не педагог, хотя работаете в педагогическом университете, я вас хорошо знаю, спасибо за вашу активность. Но, понимаете, знать технически все не надо. А вот уметь эксплуатировать, это оказывается ценность. И об этом мы часто забываем. Адский труд – это создание курса. Вот мы сейчас посмотрим аналитику в мире, что происходит с инструментами, в онлайн обучении вы поразитесь. Но, оказывается, иногда эксплуатация, ну, что там, воспроизвести, остановить ролик, да, написать комментарии куда-то, простейшие действия. Это не адский труд. А вот создание какого-то продукта – это адский. А вы были педагогами? Извините, я еще вас мало знаю. Значит, вы хорошо представляете. Ну, наверное, вы представляете все, не только Евгения Юрьевна, что у педагога времени на всю эту махину, которая называется онлайн обучение, налоги, методики, бывает крайне мало. И вот найти золотую середину так, чтобы обучаться такому, чтобы оно еще и работало, вот это мы сейчас и будем пытаться вместе искать. И вот очень часто обвиняют эти методисты, методологи, что, мол, виноваты, ленивые и отсталые инструкторы. Если посмотреть на зарубежный опыт, там меньше нагрузки и там больше времени у педагога и больше мотивации, чем у нашего. Поэтому наш педагог вовсе не ленивый, просто у него нет времени. Если бы я общался с немецкими коллегами, они говорили, да вы русские, просто странные люди, вы работаете больше нас, немцев, получаете меньше нас, немцев, но у нас получается больше, у нас развитие идет, а вы все стоите на месте. Такой парадокс. Ну, почему только в Moodle? Не только в Moodle, Moodle вообще иногда и в Редине, мы сейчас об этом как раз и говорим. Вы, наверное, думаете, что я, как я Moodle, ничего не знаю. Что говорят технологи? Они показывают технологии, но сами не обучают этим технологиям. Они говорят, наше дело показать возможности. У меня вот этот прием, я всегда, может быть, кого-то обижаю, говорю, а какова трудоемкость? Вот вы показываете технологии, а сколько часов уходит? Ну, с деньгами понятно, там есть бесплатные, бесплатные, это понятно. Какова трудоемкость? Они не любят этот вопрос, они с упоением рассказывают, там, про Moodle, или про Камтазию, или еще. А сколько человека часов на это выдели? На том же прессе можно потратить на одну презентацию и 30 часов, а можно то же самое сделать в PowerPoint за 2 часа. А эффект на выходе почти один и тот же. Наши методисты вгоняют нас в одну схему, которая не предполагает всего разнообразия. Ну, Марина Алексеевна, согласен, согласен. Разнообразие колоссальное. Вот мне больше кажется правильным давать базовые принципы, универсальные системности, целенаправленности. Я говорил об этих принципах в онлайн-обучении. Вот этот принцип целостности я упомянул, когда идею понимаешь, метод технологии, вот тогда целостность. Ну, вот я рад, что вы откликаетесь. И следующий момент, чем дороже, тем лучше, вот тоже меня часто вызывает. Вот, например, Павел Юрьевич Калиников очень часто рассказывает и не только о платных, но в основном бесплатных. Он понимает, что бесплатная тоже дает эффект. Иногда даже и лучший. Но вот технологии говорят, наше дело рассказать. А где взять деньги-то, вы там думаете сами. Экономисты так не скажут. Ну, и они не любят вникать в педагогику, мол, это ваши проблемы, наше дело рассказать технические. Это разрыв принципа целостности. Что еще за проблема? Нельзя объять необъятное. Вот мы сейчас как раз об этом, вот Евгения, Марина Алексеевна подсказывает, что очень много информации, очень много методик, или не учитывают эти методики разные технологии. Вот здесь я всегда люблю говорить о принципе измерения. Если мы не можем измерить ни трудозатраты, ни результаты, то значит мы не можем управлять. Это не я придумал. Но почему-то вот эта вот примитивная вещь об измерениях трудозатрат и результатов вызывает колоссальные трудности. Я слышу на конференциях, давно это слышу, что можно так, вот получил какие-то результаты, вот лучше делать так. Какова цена, какие измерения, очень такой смутный вопрос. Про те же компетенции я уже много об этом говорил. Одни говорят, их нельзя измерить, но если нельзя измерить компетенции, тогда зачем их писать везде? Без них жили, писали эти зумы, знания, умения и навыки. Без компетенции. Сейчас эти компетенции везде прописаны. Это хорошо, что мы их начали писать. Только, а как студент узнал, вот я овладел этой компетенцией, а никак не узнаешь, овладел или не овладел. Получается, это бессмысленная работа. Но за рубежом их измеряют. Почему обмудлили? Сейчас он всех поголовно на нас платформу сажает. Вы бы видели, что там происходит, кроме рекламы. С мудл всех выпихивают. Неофициально, не гласно, но вот мне говорили московские педагоги, педагоги в Москве и Московской области против мудл объявлена война, запрет. Всех на московскую электронную школу, то, что делали там, тем более, вот 700 платформ. Почему выбрали? Как выбрали? Кто выбрали? Неизвестно. Так решило начальство. Ну, хорошо, хоть там платят. Что с этого получится, посмотрим. Деньги колоссальные тратятся. На мудл столько не тратили. Да, это деньги. И, вот говоря, уж про мудл раз вспомнили, кто знает, мудл там колоссальные аналитики. Да, он сложный, да, он иногда подтормазывает. Да, если там много тестируется студентов, он будет тормозить и даже вешаться. Это нужны, конечно, сервера. Они есть. Но там была аналитика. Я уже часто об этом примере говорил, что в Америке смотрят не просто вот студент не справился, надо его отчислять, на пересдачу как-то. Они заранее упреждают с помощью этой аналитики. Причем, благодаря, в основном, мудл, они видят, что это будет отчислено. А у этого преподавателя нет отчисления, у него все успевают. Или он там им легкие задания дает, или что. Вот эта аналитика как раз и показывает. А как без нее? Потому что они считают деньги, они рационалисты. Если студенты отчислят, будет недоволен он, он заплатил большие деньги в Америке за обучение. Потеряет деньги и университет. А у нас что? Ну, нельзя его очистить, этого троечника, или двоечника. За него же оплаченный бюджет. Если мы его очистим, мы сами себе хуже сделаем. Вот мы выпускаем брак. Там они по-другому подходят к этой аналитике. анахронизм, контент. Конечно, конечно. Вот сейчас мы давайте, наверное, посмотрим, вот Олег Васильевич катекует анахронизм, контент, сила. Ну, давайте посмотрим на этот анахронизм. И я сейчас включу, что происходит в мире с этим анахронизмом и с этими платформами. Видим мой экран? Думаю, что им легче контролировать то, что мы. Нет. А вот Евгения Юрьевна видит мой экран. Я включаю. Так, интересно. Еще раз я показываю мой экран. Ну-ка, еще раз его отключу. Остановить. Так, и начать трансляцию. Какие бы я порекомендовал. А вот сейчас и посмотрим. Сейчас посмотрим, только я что-то не вижу, что идет трансляция. Так, я, наверное, ее заново сейчас открою. А, извините, сейчас я открою. Вот, я не хочу никому навязывать, никого оценивать, никакого ни кулика, ни болота, ни бревна в глазу. Давайте посмотрим, что происходит в мире. Так, вот, 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 вижу кулика. А, вижу кулика. Галина Александровна. Вот теперь видел мой экран? Вот я вот сейчас перевожу на русский. Нет, не вижу. Так, странно. Так, еще раз. О, давно. аааау. Нет. 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 Так, что-то на меня немножечко. Немножечко. А вот сейчас приостановлено пишет. Так. Демонстрация нажимаю остановить. Нажимаю начать трансляцию. Ждем. И. 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 приостановлено. Что-то мелькало. Минуточку. Минуточку. Я проверял это. Сейчас еще раз останавливаю. И. Снова начинаю. Да, вижу изменение области трансляции рабочего стола. Я ничего не меняю. Ничего не меняю. Так. Ничего не меняю. Почему тогда мне не нравится. так тогда я прошу прощения сейчас я все равно решу это должно получиться лучшие инструменты. Так. Что-то мелькнуло и погасло. Минимальное количество начать трансляцию. демонстрация. Так. Ну что-то у меня с демонстрацией не работает. Значит, Павел Юрьевич, я запустил демонстрацию экрана. Останавливаю. Останавливаю. Закрою. Снова скачаю рабочий стол. Запускается трансляция. Так. Показываю тогда весь левый экран. Опять пишет приостановлено. Ну что такое? Вот я сейчас вижу, что приостановлено, хотя было видно. Спасибо. Ну вот что-то давно я работаю с Мирополисом. Ни экран не показывает, ни окно. Еще раз запускаю окно. Начать трансляцию. Опять пишет приостановлено. Ну тогда мы сделаем, не буду я больше мучить платформу. Я дам вам вот эту ссылочку в чат. Открою свою призму. Так. буду комментировать то, что вижу я. Железяка такая платформа. Видно. Но я сейчас открыл свою презентацию снова, потому что демонстрация почему-то не заработала. Жаль. А здесь очень интересная статистика. Есть такая мадам Джейн Харт. Так вот, эта мадам, коллега наша, отличилась в мире тем, что она не просто основала частную компанию, Центр технологии, обучения и производительности и директор этого центра. Она еще умудряется собирать аналитику о самых разных платформах в мире. Да, топ tools, лучшие инструменты. Если открыть этот список, на первом месте, там три колоночки, PPL 100, BPL 100 и E-DU 100. PPL это инструменты для личного personal и профессионального professional обучения. PPL на первом месте по этой категории находится платформа YouTube. Вторая колонка это WPL это что значит на рабочем месте, обучение на рабочем месте. Тоже находится YouTube. И третья колонка самый лучший инструмент для образования, еду для образования тоже находится YouTube. Нет, простите пожалуйста, на рабочем месте по образованию они находятся на втором, но это в принципе почти одно и то же. Первое, второе место в мире занимает YouTube. Не Moodle, ни что-то другое. Вы наверное скажете, такого быть не может. Ну, я долго думал, кстати, она еще собирает эту аналитику, вы не поверите, она ее представляет еще в динамике по годам. Так вот, в прошлом году YouTube тоже был на первом, в 16-ом на первом, в 15-ом на втором, в 14-ом году на третьем, не буду называть все остальные года, в 2007 YouTube был на 22-ом месте. То есть, я объясняю эту проблему, этот феномен так, здесь не только авторы видеороликов типа на Камтазе, как я, как Павел Юрьевич, другие коллеги, на других каких-то редакторов, они создают ролики, а эксплуатируют преподавателей, которые, может быть, сами в жизни ничего не писали, но они находят эти ролики, они используют в учебном процессе, и благодаря вот этой эксплуатации, а не созданию, наверное, и поэтому в опросниках вышел на первое место в YouTube. Вот можно посмотреть любой другой какой-то инструмент, да, там PLMS, вот, кстати, если включить тот же Moodle, я не скажу, что я фанат Moodle, просто я, мне так получилось в жизни, что я его выбрал, у меня не было другого выбора, и я его изучил, но я не говорю, что вот сколько Moodle, так вот, если посмотреть на Moodle, раз вот о нем зашла речь, то у него рейтинг в Moodle всего лишь 42-ое место в мире, 42-ое, ну, говорят, это тоже трудно проверить, что в мире Moodle используется более половины пользователями LMS всего мира, вот, если посчитать, сколько всего использует LMS на YouTube, так вот, мол, якобы Moodle уже больше 50% пользователей в мире, я не могу сказать, что это абсолютно достоверная информация, может быть, это тоже реклама, кстати, многие статистики, они подмешаны на маркетинге, там надо очень аккуратно подходить, так вот, тот же Moodle, в 17-ом году был на 35-ом месте, в 16-ом, еще выше, на 27-ом, и так далее, самое высокое место у Moodle было 8-ое в 2011-ом году, 8-ое место в мире, но, наверное, наелись, наверное, уже не успевают преподаватели, пользователи, педагоги, а вот это Джейн Харп, она к вопросам исполнит всех подряд, эксперты, неэксперты, там кто угодно, студенты могут быть, простые там, домохозяйки, кто угодно, никто их не проверяет, и вот просто пользователи, берут и голосуют за YouTube, хотя поначалу был Moodle, в хорошем приоритете, на 8-ом месте в мире, о чем это говорить, коллеги, что кроме того, что нужно бросать свою работу, изучать что-то новое, нужно еще понимать, а что уже сделано, и надо ли вот тратить свое время и силы на поиски вот этого нового, а не проще эксплуатировать уже готовое. Вот мне чем нравится на нас платформа массово открытые онлайн курсы, что она дает возможность сэкономить время, использовать смешанное обучение, для поддержки обучения вот эти лекции, да, давать, но они не заменяют живого, настоящего, полноценного обучения, они усиливают, вот это мне очень нравится. YouTube, ну вот, да, я тоже использую, вы не поверите, я каждый день его использую, когда я отдыхаю, я смотрю какие-то ролики, какие-то там интересные вещи, тематические по моему профилю, когда я работаю, я часто использую, вот видели сегодня мой ролик, я оттуда беру какие-то элементы, скачиваю как цитирование, вставляю в нужный мой видео контент, все это беру в YouTube тоже, я не скрываю этого, потому что там лицензия открытая, свободная, позволяющая делать цитирование, я цитирую вот эти фрагменты. Но еще есть такая точка зрения среди наших коллег, в том числе экономистов, что зачем кому-то там какие-то требования выставлять, зачем надо кого-то регулировать, пусть сама вот невидимая рынка, невидимая рука рынка, как сказал Адам Смит, выстроить справедливые отношения. Вот тут я не совсем согласен, потому что если вспомнить серьезные рынки, те же фондовые рынки, а я как профессиональный брокер на фондовом рынке говорю, что рынок регулируется не только одним государством, но и профессиональными сообществами, а у нас их на сегодняшний день в России нет, за рубежом есть, их стандарты, качества, профессиональные, даже государство учитывает, они не обязательно, но они рекомендуются, их учитывают добровольно, насильно от чиновника какие-то действия выполнять, это всегда шаг назад, но еще один момент, вот кулики всех болот объединяйтесь, пока мы не начнем делиться практиками, да, профессиональные, тут много спорить можно, кто профессионал, может быть, человек не все знает, я считаю, главное это отношение, желание двигаться вместе сообщать, пусть ты еще новичок, может быть, не все знаешь, но ты можешь какую-то отдельную часть раскрыть, помочь, предложить, а если ты знаешь больше, тем более ты интересен, вот надо объединяться как-то, но как это происходит пока мне самому непонятно, вопрос второй, почему эксплуатация полезнее собственного производства, да, я считаю, что не надо топить и доказать, кто круче, не надо, тут важнее не кто круче, а кто больше полезного принес для сообщества, мне кажется, это профессионал, если ты работаешь как кулак, на себя, там, своей компании, ради бога, работаешь, занимайся своими интересами, никому ничего не говори, ну и ладно, но если ты приходишь в сообщество, говоришь, я хочу продвинуть наше общее дело вперед, ты должен что-то показывать, явиться, советовать, мне так кажется, естественный отбор возможно, но в советское время этот естественный отбор был противоестественным, мы забыли, что такое чувство профессиональной общности, объединения, после революции все эти отношения были сведены к диктату, к диктатуре, ну и кому выгодно изобретение, ведь кому-то это выгодно, ну посмотрите, что сегодня происходит, мы видим массу разных проектов, которые называют себя инновационными, возникает вопрос, а что раньше в онлайн обучении в той же России ничего не было, возникает такое ощущение, что никакого опыта не было, это неправильно, да, других уничтожали, это не может такого быть, в прошлом опыте всегда есть что-то ценное, мне не очень понятно, вот эта кулуарность, закрытость, я понимаю, есть коммерческая тайна, не все можно обсуждать, я это понимаю, но это уже не профсообщество, это не желание действовать сообща, и это шаг назад, это всегда шаг назад, что и замен, это именно попытка вместе думать, ну вот, еще и велосипеды изобретают, нормально, нормально, велосипеды это наша мечта, но все изобретают велосипед, причем золотой, то есть дорогущий велосипед, это большая психологическая загадка, вот мы привыкли в своих организациях, в своих конторах, там вот, у нас Новый год, корпоратив, у нас корпорация, все закрыто, никто посторонний быть не должен, ты если публикуешься, ты только публикуешься, а ты не нашего университета, вот все, и возникает вот это, вот тренд, золотой изобретель, велосипед, за счет рекламы, ну отбор, это да, есть, но наше рынок пока слабо работает, и вот здесь выходом является именно, коллеги, на мой взгляд, вот теория Лугоцкого, педагогика, философия, социология, конструкционизма, она построена на выгоде, помогая другому, не давай списывать задания, а именно помогая другим, ты становишься сам сильнее, вот это пока не работает, и открытые ресурсы, тут конечно можно поспорить, кто будет финансировать, кто будет платить авторам за работу, но с другой стороны есть какой-то разумный предел, что своими ресурсами надо делиться, своими наработками надо делиться, иначе можно с этим велосипедом надолго застрять, и тут возникает вопрос практики, есть это практика или нет, и главный вопрос, почему вот эти теоретики, которые иногда так хорошо рассказывают о взглядах этого ученого, этого, и покажи результат, как это реализуется, а показать бывает и нечего, о теории можно говорить бесконечно, и все будет красиво, но теория без практики бесполезна, я думаю, вы это знаете, и очень часто из-за этого могут возникать коллизии, когда друзья не способны что-то показать серьезное, хотя, конечно, это все субъективно, ну, и что делать, какого же алгоритм, как же надо жить, как же надо действовать, не опубликуешь ты, опубликует другой, возможно, возможно, да, да, спасибо, Евгения Юрьевна, надо не бояться опубликовать, действовать, даже ошибочные твои действия, они, если ошибки выявляются коллегами, это очень хорошо, так вот, я предлагаю вот эту методику или алгоритм, что делать при решении стратегий, причем стратегии, как личные, персональные, так и на уровне другой организации, а может даже и нашего общества, ну, вы знаете, интеллектуальное воровство, если посмотреть, что там такого интеллектуального, то можно задать другой вопрос, ну, если вы такой, интеллектуальный, хороший автор, попробуйте вашу работу, методичку, какую-то работу продать, кто ее купит, я знаю, студентам продают авторы свои методички, учебники, ну, как бы намекая, если не купишь, ты не дашь, да что-то, я об этом не говорю, ты выйди на рынок, ты вынеси, вы издательство, кто купит ваш интеллектуальный труд, может быть, там одна сплошная компиляция, еще посмотреть надо, что там скомпилировано и украдено, так что здесь, здесь лучше не бояться, вот те, которые не боятся, даже критики не боятся, открываются, они ценные, не те, которые закрыты и боятся показать, и украдутся, первый шаг, это надо оценить ситуацию, вот тут подсказывали про модул, про другие платформы, надо сначала понять, какие мои возможности, моего отдела, мои кафедры, библиотеки, они тоже участвуют в онлайн образовании, развитии, что сделано, какова целевая аудитория, куда направить основные усилия, вот это первый шаг, можно сделать его самостоятельно, а можно сделать сообща, вот как есть группа веб-сарафан, 90, почти 100 тысяч человек пишут, задают вопросы, вот как посоветуйте то или то, или профи-долго, как это лучше сделать, и вместе искать, чем пытаться вот удивить весь мир золотым велосипедом, второй шаг, я называю вот техника педагогический замысел, это еще не план действий, это некий образ, замысел, причем техника педагогический, потому что в онлайн обучении без техники никуда, вот видите, сегодня я попытался экран показать, они работают, вчера проводил вебинар по применению суфлера в вебинаре, представляете, суфлер в вебинаре, вот он спрашивает меня, Юрий Николаевич, а когда вы читали, а когда говорили по-настоящему вживую, там уже не поймешь, глаза смотрят на зрителя, вот я сейчас суфлер не использую, а если сравнить с моей вчерашней записью, будет примерно одно и то же, я смотрю вам в глаза, мои руки свободны, я расспекулирую, я использую невербальные средства, о чем многие говорят, а они дают 83% информации, оказывается, только 7% дают слова, если я буду просто сидеть как и что-то читать, пусть даже хорошее, вы усвоите только 7%, вот эта невербальность, она усиливает это, создает живое, так вот, спасибо, Вера Валерьевна, и вот, я сейчас суфлер не использую, хотя многим покажет, что я опять что-то читаю, ну, даже когда я читаю суфлера, трудно понять, что на самом деле реально происходит, это тоже правильно, это тоже правильно, Евгения Юрьевна, спасибо, так вот, замысел, что, какому сроку, какой ценой, следующий шаг, вот тут уже принятие решения, когда вы замысел уже определились, уже надо его оформить в виде плана, на кафедре обсудить, утвердить, кто ответственный, у руководителя утвердить, потом приступить к реализации, но это маломознающая помощь, и уточнения в этот план будут носиться, потом наступает последний шаг, что сделали, сравнить с тем, что хотели, проанализировать причины расхождения, учесть выводы при разработке новой стратегии, вот, коллеги, я почти успел изложить то, что хотел, за это, я сразу говорил, что это мы не будем сегодня долго об этом говорить, и я бы хотел вам задать вопрос, вот, что сегодня для вас оказалось актуальным, может быть, я рассказал банальные вещи, вот, особенно меня интересуют ваши отношения по этой методике моей, по алгоритму построения стратегии, всего лишь четыре шага, без которых нечего что-то браться за какое-то сложное дело в онлайн обучении, лучше, может быть, заняться эксплуатацией, используем то, что есть, может быть, лучше использовать книги из библиотеки, электронные, бумажные, а не пытаться создавать этот контент заново, ведь уже он создан, наша задача педагога, то есть мы работаем в педагогике в образовании, составить контент, не создать, а составить, это немножко разные вещи, но они разные с точки зрения трудоемкости, не нужно работать вместо автора, вместо Эйзенштейна или Толстого, или Салмана Хана, можно взять готовое, да, спасибо, и еще вопрос, еще вопрос к вам, вот по этой моей методике, дал ли я вам ответы на решение ваших вопросов, вы сегодня ничего не спрашивали, но возможно у вас вопросы какие-то есть, может быть какие-то подсказки у вас появились, а может быть и не появились, я не хочу навязываться, вот меня Олег Васильевич радует, 90, действительно, мы не умеем правильно, мы не понимаем, многие смысл слов, постановка задачи, это целевая функция, это системное ограничение и это переменные, выше потолка не прыгнешь, но все равно что-то можно своей жизни менять, вот эта постановка задачи, почему-то до сих пор она уже существует, это понятие наверное лет 50, а то и больше, а может быть еще и до Родиста Христова уже люди знали вот эти простые вещи в управлении, но вот этого постановки задачи мы часто не видим, если еще мнение есть какая-то у вас оценочка, пожалуйста, прошу высказаться, я рад, что вы посетили, приходите на мои следующие вебинары, вы будете получать рассылки, запись этого вебинара и сертификат участия вы получите, я благодарю вас всех за внимание, в этом году я вас больше уже в следующем году увижу на вебинарах, да, Павел Юрьевич, и желаю вам в наступающем новом году всех благ, развития, здоровья и всего доброго в вашей жизни, Павел Юрьевич, спасибо. Дорогие коллеги, я присоединяюсь к Юрию Николаевичу, благодарю его за проведенный сегодня вебинар и вас благодарю за активность, напоминаю, что Директ Академия это вебинар каждый день, кроме выходных, разумеется, и праздников, вот, приходите к нам, будет интересно, в новом году Юрий Николаевич продолжит свой трек, вас еще ждет полный интересных событий декабрь, вот, декабрь у нас только начался, вот, у нас много интересных еще событий в декабре, так что приходите, будет, будет интересно, Олег Васильевич, если вы задаете вопрос о новой встрече с Юрием Николаевичем, то сейчас я вам подскажу, когда это будет, это будет в январе, 18 января, вот, могу вам даже скинуть ссылку на его вебинар, пожалуйста, вот, коллеги, ну что ж, я тогда с вами тоже прощаюсь, напоминаю, что запись вебинара появится через некоторое время, возможно, даже сегодня вечером уже, вот, на нашем видеоканале подписывайтесь и будете смотреть в записи то, что не смогли увидеть прямо в эфире, всего доброго, до новых, сцена, кtsу, Продолжение следует...